Дарить цветы это всегда галантно и романтично. Некоторые любят дарить букеты, иные преподносят один цветок. Но в любом случае нужно уметь выбрать цветы. Накануне праздника специалисты Россельхознадзора проверили магазины, которые предлагают срезанные и горшочные цветы. Большинство цветов в России, в том числе в Чувашию, поступают из Эквадора, Чехии, Нидерландов и Израиля. По данным агрономов Россельхознадзора, в этих странах распространен опасный карантинный вредитель – калифорнийский цветочный трипс. При попадании зараженными цветами в домашние условия, карантинный вредитель очень быстро распространяется на комнатные растения. При этом возникают поражения на листьях и цветах растений, и вследствие чего растения быстро увядают. В прошлом году во время одного из рейдов в партии цветов из Эквадора был обнаружен этот опасный вредитель. Цветы, к сожалению, пришлось сжечь. Вредитель очень быстро распространяется. Обнаружить его может и сам покупатель. Покупателям нужно быть внимательными при покупке цветов и обращать внимание на повреждения растений, цветов и листьев. Потому что карантинный объект трипс при попадании на домашние растения очень быстро распространяется. В летнее время западный цветочный трипс может попасть в садовые участки и теплицы. И при этом вызвать серьезные повреждения на рассаде и взрослых растениях. Кроме того, у продавца нужно спросить и сертификат. Основные документы на срезы цветов и коршечных цветов – это фитозанитарный карантинный сертификат. Это дает гарантии, что в этих коршечных цветах и срезах цветов нет вредных организмов. Георгины, потом у них образуется луковичка. Если вы все же не хотите рисковать, покупая срезанные цветы, то лучше вырастить подарок самим. Выбор в магазинах есть на любой вкус. А посмотрите, астры какие красивые. Вот эти возьмите. Нет, цвет мне что-то не очень нравится. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.